Всем привет! Думаю, у каждого второго дома есть кот, и он, как и все коты, любит играться. К сожалению, у нас не всегда получается уделить время своему питомцу, и поэтому представляю вам игрушку, сделанную своими руками, которая займет кота на долгое время. Котик. Все началось с того, что у меня появился мелкий кошак и постоянно хотел играть. Для удовлетворения его потребностей было принято решение собрать автоигрушку, которая позаботится о досуге вашего котика. Давайте сразу расскажу, что может данная игрушка. Как видим, она состоит из двух колес. Они могут вращаться как в одну сторону, так и в разные. Это зависит от режимов, которых тут немало. Игрушка снабжена датчиком гироскопа, который позволяет отследить внешнее воздействие. И если оно есть, начать рандомное движение. Также есть приманка для кота. Допустим, если он поиграл, а потом перестал, то через некоторое время начнется движение, чтобы привлечь его внимание. В обращении устройство очень простое. Один выключатель – гнездо зарядки. Такое же, как в телефоне. Теперь приступим к созданию. Итак, с чего же начинается создание любого устройства? Естественно, с подбора комплектухи. Тут нужны были движки, которые смогут обеспечить достаточно усилий. Логично предположить, что они должны быть с редуктором. По итогу выбор пал на N20. Он отвечал почти всем требованиям. Обороты можно взять 500 или 600. Тестировал и те, и другие. В принципе, неплохо. Далее выбрал аккумчик. Довольно емкий для своих размеров. Драйвер, который бы смог работать от этого аккума. Зарядка для аккума. Самая стандартная. И, собственно, мозг всей схемы. Контроллер. Буду учиться работать с СТМ. К нему еще нужен датчик гироскопа для отслеживания движений. Следом идет моделирование корпуса. Получилось нечто напоминающее половинку трактора. Внутри размещается все очень компактно. И плюс есть место для установки груза, что немаловажно. Так как он играет большую роль в движении конструкции, а точнее балансировке. Колеса – это отдельная тема. Первая модель колеса одевалась прямо на двигатель. Однако, в силу того, что 3D принтер не идеален, вал закусывало. И вытянуть колесо было сложно. И вот, спустя несколько операций демонтажа, вал был вырван вместе со снятым колесом. Тогда мы и подумали, что идея так себе, и нужно сделать разборное колесо. Для этого напечатал дополнительно фланец, в который вставляется двигатель, и к которому крепится колесо. Таким образом решилась проблема с демонтажом. Корпус тоже печатался два раза. В нем менялось расположение выключателя, а также корректировались зазоры для двигателя. Хорошо, что обошлось всего двумя печатями. Цвет пластика был выбран случайно, но получилось очень неплохо. Следующий шаг – это написание ПО. Как уже говорил выше, буду использовать STM32. Хотя такую прошивку можно было легко собрать и на ардуинке. Но я хотел потренироваться именно с STM. Писал в куба идея. Тут вышло несколько исполняемых файлов, каждый отвечает за свое. Также есть удобные дефайны, с помощью которых можно настроить систему под себя. Еще тут удобно можно добавить свои макросы движений, чтобы расширить вариации хаотичных перемещений. На данный момент их 8, но через Ctrl-C, Ctrl-V может стать гораздо больше. В самих движениях игрушки рандомно все. И сколько раз она повторит цикл, и сколько времени он будет продолжаться, и само направление. В общем, получилось все максимально непредсказуемо. Весь код можно найти на гитхабе. В архиве же к проекту будет Hex, который содержит мои настройки. И его можно прошивать напрямую в контроллер. Для прошивки нужен самый дешевый ST-Link. И программа для прошивки, с официального сайта. Делается все в пару кликов. Коннект, закинули Hex, прошили. Все. В момент тестирования выглядело все не очень. Слишком много плат и проводов, которые их соединяют. Поэтому можно было упростить себе жизнь. Развести плату минимального размера. И заказать ее изготовление у китайской компании PCBWay. Это крупнейший производитель плат в Китае. Для заказа необходимо сгенерировать Herber файлы. И просто закинуть их на сайт. Далее выбрать параметры платы под себя. И собственно произвести заказ. И вот так в пару кликов можно получить заводские платы по доступной цене. Но так как у нас опытный образец, все осталось навесом. Было непонятно, как лучше сделать. По итогу MGTF и малярный скотч решили проблему. Первым делом закидываем движки. Выключатели и зарядку. Далее потихоньку начинаем подключать все остальное. А именно светики, плату управления, гироскоп. Все это располагаем в верхней части. А внизу будет оком. Когда предварительно все собрали, можно произвести испытания. Грузика на тот момент еще не было. И поэтому пришлось воткнуть сзади стопор в виде куска поддержки. Вся конструкция поехала и довольно резво. Что придало нам мотивации. В тот момент мы уже поломали движок и катались на сломанном. Но не беда. Заказали новый, доделали прошивку и собираем уже окончательно. Не забываем про блокировку самовращения. Для этого был изготовлен грузик. Его вес всего 35 грамм. Но так как он располагается в самом низу, то центр тяжести смещен как нельзя лучше. И теперь конструкция должна ездить без стопора. Давайте же проверять нашу самоделочку. Запускаем, толкаем и игрушка начинает свое вращение. Плохо то, что она может легко слететь со стола и приходится быть на стреме. Но как видим движения довольно резкие и должны привлечь внимание кота. Однако при тесте на столе кот отказывался играться. Наверное из-за того, что оказался в непривычной обстановке. Я немного расстроился. Но когда положил игрушку на пол, дело пошло веселее. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Думаю коту еще долгое время будет чем заняться А на этом у меня все Спасибо что смотрите И до новых встреч